Ну что, друзья, так здорово быть вместе. Аминь. Аллайлюя. И хотел бы рассказать одну небольшую смешную историю. Знаешь, это так здорово, что мы с тобой не скучные люди. Аминь. Что мы можем наполнены быть радостью, наполнены какими-то эмоциями. И вот это не смешная еще история. Я первый раз тут на 8 марта со своей семьей, ну, мы с женой впервые катались на горных лыжах. Вот с тремя семьями выехали. Так сказать, для нас было благословением, что мы просто первый раз имели эту возможность. Знаешь, утром я думал, меня побил кто-то. Я был радостный все 8 марта. 9 марта я проснулся и думаю, где я, кто я. Я просто ни рукой, ни головой пошевелить не мог. Я даже не знал, что такое может быть. Но слава Господу, Господь сегодня каким-то образом реанимировал меня. И я сегодня здесь. Это здорово. Аминь. Что мы на самом деле, мы с тобой не скучные люди. Мы можем, мы можем что-то делать на этой земле. Мы можем наслаждаться жизнью. Мы можем служить людям. Мы можем наполнять эту землю. Мы можем быть солью и светом для этого мира. Аминь. Во всем, всякий день, всякий раз. И одна смешная история. Два ангела на небесах. Один ангел, он лежит на облаке, постоянно отдыхает, загорает, смотрит на другого. Другой постоянно носится на землю, к престолу Божьему, на землю, к престолу Божьему. Ну, один день просто тот ангел, который отдыхал на облаке, он говорит, слушай, я понять не могу. Скажи, чем ты занимаешься? Вот ты туда-сюда носишься постоянно. Он говорит, ну пойми, я, говорит, ответственный за то, чтобы доносить Господу подобного рода молитвы. Господи, помоги мне. Он говорит, а? Он говорит, а ты почему отдыхаешь? А ты за что ответственный? Он говорит, ну видишь ли, я ответственный за то, чтобы доносить Господи спасибо тебе. Знаешь, так часто мы можем кричать, Господи, помоги мне. Это да, это смешная история, но это так часто складывается в наших жизнях. Аминь. Мы кричим, Господи, помоги мне. Но когда Бог помогает, знаешь, как опять же в той смешной истории. Господи, помоги мне найти парковку, буду ходить каждое воскресенье на служение. Хлоп, появилось свободное парковочное место. О, Господи, извини, я уже сам нашел. Знаешь, мы быстро, так сказать, ну как выражается сегодня молодежь, переобуваемся в воздухе. Да? Бывают такие моменты. Но нет, мы с тобой верующие люди. Аминь. И Писание говорит, что Бог достоин славы, и мы должны восставать Ему славу за все. Аминь. Поэтому прежде, чем мы пойдем дальше, скажи вместе со мной, скажи, несмотря ни на что, ни на какие проблемы и ни на какие обстоятельства, скажи, мой Бог, мой Бог достоин всей славы. Достоин всей славы. Аминь. Аминь. Поэтому наш Бог, Он достоин славы. Аминь. Всякий день, всякий раз. За все то, что происходит в нашей жизни. Сегодня я хочу проповедовать на одну тему. Я думал просто, каким, как же назвать проповедь, каким же образом, знаешь, медиа служения, они тоже создают такие рамки. Название проповеди должно быть короткое. Вот чем короче, тем лучше. Я думал и, ну, название моей проповеди сегодня будет «Чистое сердце». «Чистое сердце» или «Правильное сердце». Знаешь, конечно же, в Нагорной проповеди Иисус говорит, что «Блаженны, блаженны, чистое сердце, ибо они Бога узрят». Аминь. И сегодня я здесь для того, чтобы помочь каждому из нас, в том числе и мне. Научиться приближаться к Богу и научиться убирать те преграды, которые затрудняют нам видеть Бога, которые затрудняют нам приближаться к Нему. Конечно же, мы можем много с самого начала служения начать философствовать, а что же есть правильное сердце, а что же есть чистое сердце. А что же есть такое, знаешь, как когда-то Пилат, когда-то Иисус стоял перед Пилатом, и Он сказал, что «Я пришел», Иисус сказал, что «Я пришел для того, чтобы принести истину». На что Пилат сказал, а что же есть истина. Что же есть истина. И знаешь, на сегодняшний день мы тоже, если мы сегодня задумаемся, мы тоже можем начать говорить, а что же есть правда, а что же есть чистое сердце. Мы много можем рассуждать на эту тему. Знаешь, мы, вот это вот хорошо, вот это вот плохо. Но я, конечно, мы можем вступать в некую полемику, но я хочу сегодня рассмотреть именно в узком направлении, что же говорит Писание, каким же образом мы можем иметь чистое сердце. Каким же образом мы можем приближаться к Богу. Аминь. Чтобы на самом деле у нас была эта возможность. И об этом можно говорить очень много, но давайте, друзья, притча, 4 глава, 23 стих. Он говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Экклесиас Соломон, он говорит, больше всего хранимого. Знаешь, я заметил, все то, что происходит в нашей жизни, как правило, начинает происходить в нашем сердце. Писание говорит, что все исходит из сердца человеческого. Представляете, мы очень часто говорим, что нужно делать то, что в твоем сердце. А Библия вообще интересно говорит, она говорит, что даже злые помыслы выходят из сердца человеческого. Сердце, это такая интересная штука, знаешь, там может быть что-то хорошее, может быть что-то плохое. Это не всегда видно изначально. Это может быть только видно уже в конце. Мы видим, что Библия говорит, что давайте, друзья, она предостерегает нас, она говорит, будьте внимательны. Для того, чтобы вот именно внутри вас не укоренился некий горький корень, который разрушит вашу жизнь. Знаешь, есть что-то, что может поселиться в нашем сердце, и оно просто может разрушить нашу жизнь, оно может разрушить наше окружение. Я слышал однажды выражение одного человека, он сказал, Ну, по крайней мере, этот человек, он оппозиционирует себя как неверующим человеком. И он говорит, плохо это тогда, когда ты в одно утро поднялся и необдуманно разрушил отношения со своим другом, с которым ты дружил 25 лет. А потом осознал, что ты разрушил с ним отношения из-за ничего. Понимаешь, вот это вот плохо. Но я увидел интересную такую вещь, что в жизни ничего не происходит само собой. Все выходит из сердца. Аминь. Поэтому Библия, она очень внимательно предостерегает нас, чтобы мы смотрели, и вы слышите это неоднократно от меня, чтобы мы смотрели, что же мы вкладываем в наше сердце. Я хочу сегодня поговорить об одном таком узком направлении. Это как гнев, это как непрощение, это то, что забивает наши жизни, это то, что может забивать наши сердца. Я просто увидел одну такую интересную вещь, что непрощение это то, что разрушает человека изнутри. Это то, что делает его жизнь сухой. Это то, что делает жизнь неинтересной. Это то, что рушит кости. Это то, что рушит здоровье. Более того, это то, что рушит рассудок. И я на сегодняшний день здесь, с этим пророческим словом, если ты сегодня слышишь меня, то это только для того, чтобы это было как предостережение, для того, чтобы ты мог и в состоянии слышать дальше. Потому что я увидел, что когда люди, они заполняют свое сердце гневом, что когда люди, они заполняют свое сердце непрощением, приходит один день, когда они не в состоянии слышать даже никого вокруг. Они не в состоянии слышать какие-то здравые вещи, направления. И я посмотрел, что все это кроется в сердце человека. Аминь. Экклесиаста, знаешь, это просто как домашнее направление. У нас бы сегодня не хватило всего дня, чтобы просто посмотреть все местописания, которые говорят о сердце человеческом, которые записаны в Библии. Так интересно, что Библия, она просто пропитана этим. Она пропитана. Ветхий Завет, Новый Завет, он просто пропитан этим, потому что сердце, это как некий кладезь, в котором хранится что-то. Я это увидел в своей жизни так же. Я пережил это. Знаешь, и он говорит, экклесиаст, он говорит, не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Так интересно, он говорит, не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев это то, что гнездится в сердце. Я не хочу сегодня, знаешь, говорить, а глупый. Да, конечно, Библия называет такого человека глупым. Представляешь, Библия предостерегает, чтобы мы с тобой называли какого-то человека глупым. И в то же время она говорит сама, само Слово Божие говорит, что гнев, он гнездится в сердце глупых. Так интересно, когда мы обращаем внимание на Нагорную проповедь, мы видим, что когда Иисус, он рассказывает о принципах, он рассказывает о принципах милостыни, он рассказывает о принципах поста, о принципах молитвы. И так невзначай вроде бы уделяется всего лишь два стиха, где говорится, что мы должны прощать людям при грешении их. А если, говорит, не прощаете, то и не простит вам Отец Небесный. Аминь. Друзья мои, посмотрите, Библия, она повествует нам в притчах в 11 главе. «Мерзость пред Господом, он говорит, коварное сердце, но благоугодное ему, не порочное в пути». Посмотри, я просто хочу создать некий фундамент из Слова Божьего, прежде чем мы пойдем дальше. Он говорит, веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Понимаешь, то есть внутри что-то начинается, когда есть гнев, когда есть какое-то непрощение, внутри что-то начинается, такой груз, когда это начинает выходить наружу, когда это начинает разрушать человека. Но когда у человека есть прощение, когда человек прощает, и это то, чему мы должны учиться. Знаешь, я в своей жизни один момент уже подумал, что я научился этому. Знаешь, как-то хлоп, и вроде бы уже научился. И только как только я подумал, что я этому научился, в мою жизнь сразу же пришли некоторые обстоятельства, которые показали мне, что учиться нужно продолжать и продолжать и продолжать. То есть, может быть, этот процесс займет длиною в жизнь, но это очень важный процесс. Понимаешь, почему? Потому что на сегодняшний день, посмотри, на сегодняшний день наше поколение названо поколением самым таким стрессовым поколением. Поколение, которое переживает стрессы. На сегодняшний день самая распространенная болезнь в мире. Какая? Да, вы знаете, это не хуже меня. Депрессия. Есть даже такая песня. Один брат, он поет, депрессия, ты не для меня. Аминь. Депрессия. Откуда она приходит? Она приходит так же из-за гнева. Человек вспыляется. Человек раздражается. Спустя некоторое время что-то происходит в его жизни. Посмотрите, в 28 главе, в 27 стихе, в Деяниях, в книге Деяния, посмотрите, в сердце начинается как спасение, в сердце начинается так же и разрушение. В сердце Писание говорит, что необходимо сердцем нашим веровать в Господа и исповедовать нашими устами. Таким образом приходит спасение. И таким же образом приходит разрушение. В Деянии 28 главе апостол Павел, он цитирует местописание, которое еще когда-то сказал Исаия. Он говорит, ибо огрубело сердце людей этих и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Чтобы я исцелил их. Ну ты можешь сказать, но послушай, но произошла та и та ситуация в нашей жизни. Он поступил так, он поступил так по отношению ко мне в моем бизнесе. Он поступил по отношению ко мне. Муж, он поступил по отношению ко мне таким образом. Жена, она предала меня. И да, может быть это произошло, и да, может быть это правда. Но послушай, Писание говорит, что солнце да не зайдет во гневе вашем. Аминь. Есть множество путей, каким образом мы можем учиться для того, чтобы вот это вот непрощение, оно не разрушало наши сердца. На сегодняшний день я просто говорю об этом, потому что я на самом деле вижу, знаешь, множество, множество, множество печальных последствий в жизни, когда люди просто перестают слышать, когда люди просто перестают понимать некоторые вещи. Я видел множество людей, которые за счет непрощения, я сегодня ни в коем случае не собираюсь никого пугать, я просто рассказываю некие факты. Я видел множество людей, которые за счет непрощения, за счет непрощения своего мужа, за счет непрощения своей жены заканчивали свою жизнь в психиатрических больницах. Я знаю людей, которые заканчивали жизнь самоубийством. Поэтому я говорю сегодня это пророческое слово, что если ты слышишь и есть вещи, которые ты должен простить в своем сердце, то я сегодня здесь. Для того, чтобы говорить об этом, для того, чтобы сделать анализ своей жизни, для того, чтобы пересмотреть, ну, ну извини, но он поступил, он предал меня. Он изменил мне. Она изменила мне. Может быть, может быть, это и произошло. Может быть, это и случилось, а на самом деле. Я сам переживал множество подобных вещей. Как я вам говорил уже, знаешь, иногда казалось, что ты всему научился. Я помню, как одна семья в церкви, они подошли просто, ну, просто сказали, говорит, пастор, выручи. Ну, не так часто ко мне подходят люди с такими вопросами. Выручи нас финансами, займи буквально на пару недель денег. Мы отдадим. Ну, почему бы нет, если у тебя есть возможность. Я не говорю сегодня о том, чтобы вы подходили ко мне занимать деньги. Нет. Я рассказываю сегодня не о той семейной паре. Послушайте меня. Я рассказываю о себе. Через две недели, три недели, месяц, два месяца. Такое чувство, как будто я никому ничего не замнимал. У меня уже начало складываться такое чувство, может быть, и мне правда показалось. Прошло больше времени, больше времени. Я понял, оказывается, есть вещи, которым я должен научиться. Есть вещи, через которые я должен переступать. Аминь. Так интересно, что один день я уже просто, ну, конечно же, я помолился и простил это. Зачем мне нужен этот груз? Зачем ходить с этим? Однажды эта семья подошли ко мне, пришли и попросили, чтобы я молился за их семейное взаимоотношение. И знаешь, они пришли на консультацию, я общался с ними, молился. И вы не представляете, как сильно подмывало внутри меня сказать, отдайте деньги, и жизнь наладится. Смешно вам, да? Молодцы. Смеетесь? Я не против. Я люблю, когда надо мной свиется. Но я понимал, что я не могу этого делать. Я понимал, что это неправильно, что я должен служить людям. Так же, как я служу всем, я общался с ними, я молился за них, я разговаривал. И знаешь, спустя некоторое время в моем сердце что-то произошло, как будто ничего и не происходило. Как будто ничего и не происходило. Чудо. Чудо. Спустя некоторое время мне отдали деньги. Ну, это так уж, заключение этой истории. Может быть, может быть, года полтора спустя. Знаешь, для меня это было как благословение уже. Почему? Потому что, ну, я уже когда-то потерял эти деньги. Я не собирался их найти. Почему я рассказываю это? Потому что нас, вот эти вот ситуации, тестовые ситуации, я их называю тестовыми, они подстерегают нас в жизни на любом моменте. Вроде бы кажется, что ты уже всему научился. Вроде бы кажется, что ты уже через все перешагнул. Но оп, и ты на чем-то попался. Оп, какой-то момент. Так интересно, знаете, Авраам, Исаак, да? Авраам пошел принести своего сына в жертву. И, конечно же, мы много говорим об Аврааме, как тяжко было Аврааму. Авраам принес жертву, Авраам сделал то, Авраам сделал то. Но у нас дома произошла такая, ну, мои дети, они попадают больше всего, потому что я частенько рассказываю о них. У нас дома произошла такая, ну, сложная для нас ситуация, где требовало такого, некого решения. И у меня не было целый день дома. Я думал, каким образом мне решить этот вопрос, каким образом сделать это, разрешить эту ситуацию. У меня не было целый день дома, и я приехал домой, захожу домой и говорю, сына, собирайся одному из сыновей. Мне надо с тобой поговорить. Но они не привыкли ездить по одному. Другой говорит, а я? Еще один говорит, а я? Я говорю, нет, только один. Я жду в машине, развернулся и ушел. Выходит один из сыновей, ну, я осознанно не рассказываю их имя, вы же понимаете меня, зачем. Выходит один из сыновей, и с такой улыбкой, говорит, садится в машину и говорит, такая, знаешь, улыбка, ну, не совсем полноценная, такая некая улыбка такая, садится в машину и говорит, папа, где же Агнец? Я вроде бы, ну, я пастор, я священник, но я даже с маху и не понял, о чем речь. Я говорю, в смысле? Ну, там Авраам, когда, когда, я говорю, сын, я не собираюсь тебя в жертву приносить. Садись, просто надо поехать, поговорить, пообщаться, ну, надо же как-то вопросы решать. И после этого я задумался, каково же было Исааку? Мы же говорим постоянно об Аврааме, какой он был хороший. Но Исаак смотрел на папу, когда папа его понес в жертву. Знаешь, что это было для Авраама и для Исаака? Это был тест. Писание говорит, что Бог видит, что в сердце человека. Но есть ситуации, которые называются неким тестом, который показывает, что у нас внутри. Очень часто этот тест, он показывает не Богу, что у нас внутри, почему? Потому что Бог и так видит. Он показывает нам, что у нас есть внутри. Он показывает нашему окружению, что у нас есть внутри. Знаешь, я понял одну вещь после этого, после этих размышлений, что Исаак видел, что его папа, конечно, это уже другая тема, но что его папа полностью зависим от Бога? Сегодня мы пытаемся воспитывать в наших детях независимость. Мы даже сами их провоцируем где-то на это. Мы говорим, когда вырастешь, будешь сам решать. Когда вырастешь, выйдешь из дома и делай, что хочешь. Когда вырастешь, можешь посуду не мыть, у тебя будет твоя квартира. То есть мы пытаемся их, но что знал Исаак? Исаак знал, простите меня за выражение, что его папа безбашенный ради Бога. Что его папа на сто процентов зависим от Бога. Аминь. И это то, что мы должны в своей жизни, мы должны оставить этот отпечаток на людях, с которыми мы общаемся. Знаешь, в Деяниях апостолов в четвертой главе там есть такая интересная фраза, интересная строчка, когда Иоанн и Петр, они стояли перед судилищем и они говорили, там есть одна такая ремарочка, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Знаешь, всегда время, проведенное с Богом, оно будет иметь отпечаток на твоей жизни. Всегда время, которое мы проводим с Богом, оно поможет нам бороться с гневом, оно поможет нам бороться с прощением. Да, я знаю, что кому-то в этом зале сложнее бороться с гневом, кому-то легче. Я знаю, кто-то по темпераменту более вспыльчивый, кто-то по темпераменту более спокойный, он и так все проходит, так сказать, ровно. Ну, кто-то из нас, мы более вспыльчивые. Допустим, это касается также меня. Когда я пришел в церковь, я вообще, я также был отчасти вспыльчивым, агрессивным человек. Я помню даже, как я молился за это. Я молился, я помню, как один священник, он приехал, и он говорит, вы подходите ко мне, называете нужду, которая есть у вас, мне на ухо, я возлагаю руки и молюсь за вас. Знаешь, там вышло много людей, и он возлагал руки, он молился, он возлагал руки, молился, и дошел до меня. Я также вышел, и я подошел к нему, и я говорю, я вспыльчивый. У меня есть, я иногда вспыльчивый, есть гнев, который проявляется. Аж он нагнулся мне на ухо и сказал, Библия говорит, злостраждешь, молись. Развернулся и ушел, и не стал молиться за меня. Я думаю, ё-моё, как так? А он просто развернулся и ушел. Сказал, злостраждешь, молись. Знаешь, я увидел, что Библия говорит, что это то, что мы должны победить. Еще в Ветхом Завете, еще в книге Бытия, когда Бог пришел к Каину, он сказал, грек лежит у порога сердца твоего, но ты господствуй над ним. Понимаешь, есть вещи, которые в нашей жизни, может быть, это и правильно. Знаешь, так интересно, мы были здесь, у нас на этой неделе был, в понедельник выпускной, вы помните, мы молились за миссионеров. И там, ну, как бы, так можно сказать, по случайности, по счастливой случайности, у нас Новосибирь здесь же много путей пролегает, и у нас было несколько пастыров проездом на этом вечере. И мы посидели, пообщались, помолились за миссионеров. И Олег Ильин, он подметил одну такую интересную вещь. Знаешь, я ее читал неоднократно, но я не замечал. В числах, вы помните, в числах, когда говорится о народе израильском, когда 12 саглядатаев ходили в землю обетованную, помните, где течет молоко и мед. и они вернулись в 12, вспомните, что они рассказывали. Те 10, они же не врали, они же рассказывали все, как есть, что люди большие, что стены крепкие. Знаешь, и это я увидел, что так часто мы в своей жизни мы тоже рассказываем, мы говорим, да он обидел, да он неправ, да она поступила вот так со мной, да я делал то, да я делал это, а он поступил так, но так интересно. И эти 10 человек, когда говорили, в следующем стихе, после того, когда они рассказали все, 30 стих говорит, они распускали худую молву. Они же говорили правду, вроде бы правда, а Писание говорит, что они распускали худую молву. Знаешь, иногда есть правда, если мы с этой точки зрения под этим углом сможем проанализировать и просмотреть 39-ю главу книги «Бытие», жизнь Иосифа, то это вообще потрясающая история, которая показывает, каким образом нужно проходить те или иные ситуации. послушайте, послушайте, друзья, я хочу сказать вам, что если даже на сегодняшний день кто-то поступил с вами некорректно, кто-то поступил даже коварно, я хочу прочитать вам Исайя 61-ю главу, прежде чем мы будем смотреть на жизнь Иосифа, где Бог говорит в 7-м стихе, «За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доли, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них, ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними». И 9-й стих, он говорит, «И будет известно между народами семья их и потомство их, и среди племен все видящие их познают, что они семя благословенное Господом». Посмотрите, с чего начинается, «За посрамление вам будет вдвое». То есть, если мы с тобой будем проходить правильно вот эти тестовые ситуации в нашей жизни, то я хочу сказать, что Бог воздаст вдвое. Бог воздаст всемиро, Бог воздаст гораздо больше. Этих ситуаций много, много и много. Это то, что мы можем видеть в жизни Иосифа. 39-я глава, которая повествует, вся уделена только жизни Иосифа. Так интересно, когда мы смотрим в псалмы, порой, конечно же, мы понимаем, что Иосиф проходил трудные жизненные ситуации. Но насколько было тяжело ему, насколько было тяжело ему, мы даже не осознаем, но знаешь, Писание говорит, что железо вошло в душу его. Аминь. для него это на самом деле было тяжкий момент. 104-й псалом, 19-й стих. Посмотри, Писание говорит, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. То есть железо вошло в душу его, ему на самом деле было тяжело, ему на самом деле было тяжко, но Бог благословил его. Да, это испытание, да, это ситуация, которая сложилась в его жизни, но он прошел эти трудные жизненные ситуации в победе, он прошел это в прощении. Я увидел один такой момент, что мы многие упускаем свои награды только по одной простой причине, что мы не можем простить. драгоценные сестры, может быть это очень серьезное заявление на сегодняшний день, но я хочу вам сказать, что если ваш муж оставил вас, Бог даст вам лучше. Как бы это жестко ни звучало. Я хочу сказать вам, что Бог утешит вас вдвойне и больше только при одной простой причине, если вы простите, если вы отпустите с миром. Братья, я хочу сказать вам то же самое. Если вы вдруг пережили какое-то предательство в этих взаимоотношениях, я хочу сказать тебе, что твое от тебя никуда не уйдет. То, что ушло, это не твое. Аминь. Иоанн в Евангелии от Иоанна говорит, мы, говорит, каким образом узнали, что люди наши? Они, говорит, были с нами и вышли от нас. Таким образом мы поняли, что они не наши. Серьезная истина, да? Говорит, они были с нами, а потом вышли от нас. Из-за этого мы поняли, что они не наши. Понимаешь, твое от тебя никуда не уйдет, если ты имеешь вот это вот чистое сердце пред Богом, если ты прощаешь ради Бога, если ты оставляешь все эти моменты ради Бога, Бог благословит тебя, Бог укрепит тебя, Бог утвердит тебя, Бог даст тебе вдвойне больше, так как Он дал Иосифу. Так интересно, что когда я анализирую жизнь Иосифа, когда я смотрю, друзья, Библия повествует раз от разу, знаешь, он приходит в дом Патифара, его Патифар покупает как раба, его Патифар купил как раба, а Библия говорит, Господь был с ним. Ну как, ну мы порой попадаем в какие-то тяжелые ситуации, и мы говорим, Бог, где же ты? Его братья продали в рабство. Понимаешь, здесь говорить о том, что Бог со мной, ну, Он делает все в доме Патифара. Бог настолько благословляет его, что имение Патифара даже было благословлено. Знаешь, я хочу тебе сказать больше, что Бог благословит даже твое окружение, которое находится рядом с тобой, если только ты будешь с правильным сердцем. Бог благословит даже твое окружение. Он находился в доме Патифара, и Бог благословил даже дом Патифара ради Иосифа, Библия говорит. И вот, знаешь, Он делал все по дому, было во всем преуспевание, и жена, жена Патифара положила глаз на него, она думает, ну, хороший молодой парень. И она начинает просить его лечь с ним, он говорит ей, говорит, извини, потрясающий просто стих, потрясающий смысл. Он говорит, извини, мой хозяин, твой муж, отдал мне все в этом доме, кроме тебя. Я, к тебе прикоснуться не могу, я не могу, согрешить пред Богом моим. Интересно, да? Говорит, твой господин отдал мне все, кроме тебя. Но тебя я не возьму, потому что я не могу согрешить не перед моим хозяином, а перед Богом. Аминь. Его жизнь была вся пред Богом. Его хождение было все пред Богом. Поэтому Библия говорит, что даже железо вошло в душу его. Понимаешь, настолько тяжело ему было проходить все эти ситуации. Знаешь, когда он попадает в тюрьму, когда приходит муж домой, жена, конечно, он поверит жене, но кому он верить будет. жена ему говорит, а ты привел этого еврея сюда, чтобы он смеялся над нами, надругался надо мной перед всеми. Писание говорит, разгневался Патифан и бросил Иосифа в темницу, в темницу, где находились узники царя. И опять мы читаем такая небольшая ремарочка, но Бог был с ним. В таких ситуациях мы говорим, Бог, где же ты? Бог, то и то сложилось, а где же ты? А Писание говорит, и Бог опять был с ним. Знаешь, если мы доверяем Богу раз от разу, как бы тяжело не выглядело, если мы прощаем людей, за какие бы ситуации ни было, знаешь, сегодняшний мир говорит, что ты должен быть жестким, чтобы на тебе не ездили, чтобы ножки на тебе не свешили. Но знаешь, я хочу тебе сказать, что если ты будешь чистым сердцем пред Богом, если ты будешь мягким пред Богом, Бог воздаст тебе вдвойне. Это его обещание. Бог сказал в своем слове, если ты предашь ему свои дела, то твои предприятия совершатся. Бог говорит, возложите все заботы ваши на него, ибо он печется о вас. Знаешь, когда речь идет о делах, когда речь идет о заботах, это возлага, это также включает в себя какие-то вот такие неудобо носимые вещи, которые раздражают нас. Вещи, которые мы не можем простить порой. Аминь. Знаешь, я вижу всякий раз, как Бог может делать такие вещи. Это не произошло только в Библии единожды. Это не произошло только с Иосифом. Как Иосиф взял вот так, и дальше мы видим, как знаешь, как чуть ли не в русской поговорке из грязи в князе. Но это не произошло так, это не произошло вот просто само собой. Нет, у него было чистое сердце Иосиф. И в один день из узника в тюрьме с правильным сердцем. Кем он становится? Вторым человеком в Египте. Аминь. Вторым человеком в Египте. Знаешь, может быть, какие-то вещи не произойдут. Может быть, какие-то вещи ты не увидишь здесь, даже на этой земле. Я хочу процитировать то местописание, о котором говорит Библия, что даже если смоковница не принесет плода, я все равно не устану возвеличивать моего Господа. Аминь. Моя сестра, она врач, специалист, работает. И у нее, она работала в детской поликлинике. И у нее возникали постоянные трудности, постоянные трения с главврачом. Она получала хорошие деньги. Больше, чем главврач. Она единственный в принципе в Хакасии специалист по детскому сердцу, по УЗИ, по детскому сердцу. Хороший специалист, соответственно, у нее постоянные очереди, у нее постоянные терки, 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 трудности, трудности. Мы постоянно общались с ней, молились с ней по телефону, разговаривали, общались. Один день она приняла решение и ушла оттуда. Ушла вообще просто в частную клинику работать. Ушла с поликлиники. Начала работать, продолжать так же работать. Знаешь, я вижу, как Божье Слово оно исполняется. На сегодняшний день ее пригласили работать в министерство в республике Хакасии. На сегодняшний день ее бывший главврач, она теперь ее подчиненная. Бог просто совершает чудеса. Она просто ушла. На сегодняшний день она работает в принципе в министерстве. Ее пригласили. Всякий раз, когда мы отдаем какие-то вещи Богу, Бог будет совершать свою работу в нашей жизни. Пойми, мы с тобой ходим под ним. Если у нас есть правильное сердце, Бог все совершит в свое время. Аминь. Бог совершит свое время, Бог благословит. Аминь. поэтому это так важно, чтобы мы с тобой имели чистое сердце, чтобы мы понимали. Посмотри, так интересно, в Галатам, я уже подхожу к концу, я просто хочу, чтобы мы посмотрели в Галатам, в 5 главе, в 20 стихе. Апостол Павел начинает перечислять дела плоти, в котором он говорит, в котором он перечисляет гнев. Но что такое гнев? Дела плоти. Но гнев это то, что приходит и то, что приносит непрощение, это то, что разрушает твою жизнь. Аминь. Это то, что разрушает твою жизнь. Почему Писание говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем? Потому что если мы ложимся, если мы начинаем думать, если мы начинаем продолжать размышлять об этих вещах, продолжаем гневаться, он поступил со мной не так, она поступила со мной не так. Это растет, растет, растет. И один день мы даже можем перестать просто адекватно понимать реальность, в которой мы находимся. Адекватно воспринимать те или иные ситуации, ненавидя тех или иных людей. Но Писание говорит, что солнце да не зайдет во гневе вашем. Сохрани это чистое сердце, чтобы в этом чистом сердце увидеть Бога. Чтобы в этом сердце приблизиться к Нему. Какие бы ни были моменты, какие бы ни случились моменты, я хочу сказать тебе еще раз, я хочу повторить эти слова, что Бог воздаст вдвое. Аминь. Бог благословит тебя, Бог укрепит тебя, Бог совершит свое чудо. Я сегодня специально осознанно не брал эти местописания, что знаешь, когда мы прощаем, что мы собираем уголья горящие там на голову тем людям, которые делают. Библия и об этом говорит. Но я хочу, чтобы ты прощал не ради того, чтобы опять же в прощении была месть им. Нет. Но чтобы ты прощал ради того, чтобы быть ближе к Богу. Чтобы ты прощал ради того, чтобы видеть Бога. Ради того, чтобы приближаться к Нему. Аминь. Ради того, чтобы у нас было ближе и ближе общение с Ним. Давайте мы поднимемся. Аллелюя! Поэтому я еще раз хочу сказать вам, друзья, что мы служим Богу, который может сделать несравненно больше, о чем мы слышим, думаем или помышляем. Аминь. Он может сделать несравненно больше. Посмотрите, друзья, жизнь Иисуса. Я просто говорю это на сегодняшний день в жизнь людей, в жизнь каждого из вас. Я хочу, чтобы это было всегда, каждый день в моей жизни. Посмотрите, жизнь Иисуса, даже вися на кресте. Он прощал людей. Стефан, когда его побивали камнями и когда он умирал, он сказал, Господи, не вмини им греха этого, ибо не ведают, что творят. Аминь. Это сердце, которое необходимо, чтобы мы с вами имели. И тогда Бог сделает несравненно больше. Тогда Бог благословит нас. Тогда мы сможем пережить ту радость. Тогда мы сможем иметь ту победу, которую мы до этого момента не видели. Аминь. поэтому давай мы поднимем наши руки. Прославление вот тут готовится к выходу, вы можете выйти. Давайте мы поднимем наши руки и просто заглянем внутрь себя. Если есть какие-то вещи, и да, 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 возможно, ты называешь это правдой. Ты говоришь, ну это же правда, это же правда, что она со мной так поступила, это же правда. Но я хочу, чтобы ты сегодня встал просто на Слово Божье. Чтобы ты встал не на свою правду, но чтобы ты встал именно на правду Божью. Правда Божья говорит о том, что мы должны с тобой прощать. Аминь. Мы должны благословлять. Как говорит апостол Павел в послании к Ринлином, мы должны не воздавать злом за зло. Аминь. Почему? Потому что мы ходим пред Богом, мы живем пред Ним. Наше упование в Нем. Мы отдаем Ему все вещи, которые есть в нашей жизни. Мы отдаем Ему какие-то нехорошо сложившиеся ситуации, какие-то вещи, которые мы знаем, что люди не должны были по отношению к нам так поступать. Но мы это отдаем Ему, чтобы Бог смог совершить свою работу в наших жизнях. Во имя Иисуса. Аминь. Боже, мы благодарны Тебе за это время. Спасибо Тебе, Боже Святый. Господи, я молю Тебя и прошу Тебя, пусть это слово, которое мы слышали сегодня, оно будет растворено верой в наших жизнях, в наших сердцах и принесет плод в жизнь вечную. Боже, я молюсь за каждого человека в этом зале. Я особенно молюсь за тех людей, которые не могут простить, не могут простить кого-то родных, близких, коллег по работе, по бизнесу. Я молю Тебя просто и прошу Тебя, помоги им принять это решение. Помоги им простить Боже, помоги им увидеть Тебя во всем этом. Какие бы ни были ситуации, какие бы ни были моменты, Боже, мы хотим уповать на Тебя, мы хотим смотреть на Тебя, мы хотим доверять Тебе, Боже, во имя Иисуса. Просто благослови каждого в этом зале, благослови каждого, кто нас смотрит в интернете, Боже, благослови, очисть сердце каждое. Мы хотим нашим чистым сердцем увидеть Тебя, узреть Тебя, приближаться к Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Боже. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы отдаем Тебе всю честь и хвалу. И весь народ скажет Аминь. 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 Поэтому не важно, кто бы это ни был, мама, папа, дети, брат, сестра, племянник, сват, не важно. Прости, отпусти. С миром Божьим. Аминь. И ты увидишь, жизнь будет другая. Аминь. Бог, Он благословит тебя, Бог укрепит тебя, Бог утвердит тебя.